Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. Мне 32 года и есть ребёнок от первого брака. 9 лет дочь. Уже 10 лет после первого развода я не могу наладить личную жизнь. Для меня именно эта сфера жизни играет отличающее отношение. Последний мой молодой человек при расставании не позволил даже лично встретиться. Написал мне в мессенджере, что готов к семейной жизни, но не со мной. С тех пор у меня осталась очень сильная обида. Хочется отомстить ему, заставить вымаливать прощение. Сейчас, общаясь с молодым человеком, очень похожим на моего бывшего. У нас не общие интересы, но дальше переписки у нас не заходят. Он не проявляет инициативу, чтобы встретиться. Вот уже в который день у меня сильная депрессия и неудача в личной жизни. Я плачу, появляются все эти данные, мысли, отчаяние. Кажется, я больше не смогу выйти замуж никогда. Хочется написать бывшему много гадости и прийти к нему и устроить разборки. Что мне делать? Как наладить личную жизнь в эти состояния депрессии? Я не вижу смысла жизни без мужа семьи и отношений. Одиночество меня угнетает и мучает. Я не хочу жить, чувствую себя неполноценной, когда все вокруг с мужем и полноценной семьей. Ну, во-первых, совершенно очевидно, здесь чувствуется, что вы находитесь в эмоциональном состоянии. Поле непрозвятый, обиды непрозвятый. И начинать, конечно же, нужно с того, чтобы помочь вам эти чувства прожить. Потому что на данный момент это то, что вам очень сильно мешает. Это первое, на что хочется обратить внимание. Второй момент. Я думаю, что нет ничего хорошего в том, что вы не видите смысла жизни без мужа семьи и отношений. Вот. То есть, мне кажется, мне кажется, что у вас должен быть свой путь и должен быть свой собственный смысл жизни. Так вы будете более самостоятельны. Так вы будете более самодостаточны. И отношения на вас будут меньше влиять. И люди будут на вас, ну, будут на вас меньше влиять. Это такой момент. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, это то, что вы как будто бы ждете инициативы от мужчин. Вот. То есть, вот вы говорите, что человек не проявляет инициативы с вами встретиться. А как у вас с проявлением собственной инициативы? То есть, вы-то сами инициативу проявляете? То есть, тут, на мой взгляд, нужно подкорректировать вашу модель женского поведения. Вот. Чтобы вы, во-первых, демонстрировали себя лучше. И в этом поможет вам как раз таки поиск своего смысла. Так вам будет лучше коммуницировать с мужчинами и лучше демонстрировать свою ценность. А также будет более устойчивая тенденция к формированию фундамента. Ну, фундамент отношений, то есть, то общее между вами, что есть, что могло бы быть и так далее. Сейчас к фундаменту, к фундаменту, именно, к фундаменту, есть вопрос. Вот. То есть, есть вопрос по поводу того, да, насколько вот, ну, корректно бы выстраивать отношения, с мужчинами. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, это проблематика с самооценкой. Вот. То есть, комплекс, заниженная самооценка. И с этим тоже нужно работать. По сути. Да. То есть, здесь все зависит, на самом деле, от того, насколько вы критически к себе относитесь. Относитесь. То есть, если вы хотите меняться глобально, да, то это можно сделать. Это потребует времени, но можно это сделать. Если вы просто хотите найти семью и уверены, что, ну, убеждены, что ваша позиция, она хорошая, она окей, то можно подкорректировать ваше поведение и, как бы, ну, какие-то отношения у вас будут. Но, на мой взгляд, то, что у вас расстался брак, то, что не сложились отношения и не складываются эти, говорит о системном деструктивном векторе вашего поведения. Этот вектор не связан с семьей и мужчинами. Ну, вот. И, соответственно, с этим нужно работать. Ну, как мне видится, да, как мне представляется, ну, в данном случае. Ну, вот. Дальше. Дальше. Какое значение для вас имеет ребёнок? Потому что, вот, как бы, как будто бы к ребёнку особых чувств вы не испытываете. Ну, так, по крайней мере, мне показалось, исходя из того, что вы написали. Вот вы пишете, что для вас сфера личной жизни играет решающее значение. Задумывались ли вы о том, как вы к этому пришли? Да, развод является травмой психологической и вам также нужна помощь в этой, в проработке этой травмы. Вот. Потому что это также может на вас, ну, влияние оказывать. Довольно, довольно серьёзное причём влияние. Вот. Как-то, как-то так, в принципе, на мой взгляд, у вас страх одиночества. Вот. А это, ну, история про непринятие себя. Это история про обесценивание себя и вот наличие у вас суицидальных мыслей, на мой взгляд, это подтверждает. Вот. Так что смотрите, думайте, решайте, выбирайте и уже исходя из того, что вы решите, выберите, можно будет отталкиваться. Отвечая на ваш вопрос, что мне делать, как наладить личную жизнь и выйти из состояния депрессии, я отвечу так, что если у вас есть подозрения на депрессию, то вам нужно обратиться к врачу. Психиатру, клиническому психологу, чтобы он у вас диагностировал наличие или отсутствует депрессия. При наличии вам будут выписаны некоторые препараты, которые помогут вам снять, по крайней мере, симптомы, а дальше психотерапия. И в целом, то, что вам нужно сделать, это пойти на психотерапию. Это необходимо. Вот. Как-то так. На данный момент я предлагаю вам задуматься о том, какое значение для вас имеет замужество и как вы относитесь к тому, что не видите смысл жизни без мужа и семьи и отношений. Вот. Как вы к этому пришли? То есть, что в вас такого, что вы не видите смысл жизни без семьи и мужа и отношений? Одно дело, если вам, в принципе, вот, исходя из ваших ценностей, да, вот, ну, ценности у вас вот такие, что вы хотите быть замужем, да, и в семье, окей. У вас возникает вопрос, почему развод, почему распад отношений? Далее, более того, более того, окей, вы хотите быть в семье, но вы же говорите про неполноценность, вы говорите про сравнивание себя с другими людьми. Вот. А это комплексы. Это комплексы. И они вам, конечно же, мешают. То есть, они оказывают вот, ну, решающее такое влияние на вас. Поэтому даже при условии, что таковы ваши ценности, вы эту позицию пересматривать не готовы, ну, в этом случае и не надо. Но, в таком случае вам желательно хотя бы с комплексами все равно поработать. Всего вам самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Буду благодарен вам за обратную связь, еще и потому, что это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго, обращайтесь. Спасибо.